Известно, что глава города Анатолий Пахомов категоричен в вопросах санитарного состояния города. Именно благоустройство и порядок привлекают сюда миллионы туристов, от которых зависит благосостояние самих жителей. На курорте должна быть безупречная чистота и в интересах самих же сочинцев навести порядок на своих придомовых территориях. Но вот проблема, которая сегодня остро стоит в городе – невозможность подъезда машин, спецавтохозяйства к контейнерным площадкам. Мешает припаркованный транспорт. Помочь решить эту проблему должны сотрудники ГАИ. Контейнерные площадки должны быть свободны для подъезда спецтехники. И это не задача спецавтохозяйства. Это задача ваша – обеспечить свободный подъезд. Это значит, что контейнерные площадки не должны быть загромождены транспортом ни ночью, ни днем. Жители просят в случае невывоза мусора с контейнерных площадок или несанкционированных свалок обращаться на горячую линию администрации по телефону 2-66-06-02. Еще одна громкая во всех смыслах проблема мешает жителям Сочи отдыхающим. Это уличные гонщики, так называемые стритрейсеры, для которых смысл жизни – ночные гонки по городу. И по центру Адлера, и в Сочи, и в Амеретинке. Разбитые дороги, избитые ограждения, как раз говорит мэр Сочи, дело машин на больших скоростях. Посмотрите, что творится в городе. Посмотрите по ночам. По ночам город весь на реве. По ночам рейсерки, как и в Москве, у нас устраивают гонки. Следить за ними в ночное время будут через камеры видеонаблюдения ситуационного центра. Убытки городского имущества будут погашены за счет нарушителей дорожного движения. Коснулись на планерном совещании квартирного вопроса. Ряд домов в центре города подлежит сносу. Это касается улиц Карла Липнехта, Росваровского. Возможно, они еще войдут в федеральную программу по переселению из аварийного жилья, либо это уже будет решаться на городском уровне. Принято окончательное решение относительно нового парка, посвященного 80-летию образования Краснодарского края. Это инициатива главы города. Его заложат уже в этом году в микрорайоне Макаренко. Густозаселенный и динамично развивающийся район не имел зоны отдыха. Более 7 гектар выделено на эти цели. Ну и весна требует цветочного обновления курорта. В ближайшее время клумбы и сквера будут радовать гостей Сочи и местных жителей. Уже сегодня началась подготовка к праздничным мероприятиям. Это и праздник 1 мая, День Победы и самое ближайшее первые тестовые соревнования по футболу. Международный матч между Россией и Бельгией, который состоится 28 марта. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.